МИРАТА ГАЗПРОМ Ну я в паридосе вообще, да? Неделя новогоднего волейбола в Казани продолжается. 26 декабря состоялось первое газовое дерби между Казанским Зенитом и Сургутской Газпром-Югрой. Именно сургутяне – последняя команда, которая обыгрывала Зенит в Казани в чемпионате России. Случилось это 22 ноября аж 2015 года. В канун Нового года клуб организовал праздничную программу в холле-арены, где помимо конкурсов и подарков состоялся чемпионат по поеданию мандаринов. Михаил Корюшев смог отчистить и съесть 8 оранжевых за минуту, выиграв футболку Зенита. Эпатажный Рафаэль Хабибуллин отрядил на площадку сильнейший состав, в то время как вернувшийся на тренерский мостик Владимир Олегно вновь варьировал игровые сочетания. В отсутствие Нгапета стартовую шестерку составили Андерсон Спиридонов, Михайло Флоран Олегно, Вольвич Самойленко и Алексей Вербов в роли Либера. 0-5 в пользу гостей на подачах Александра Чифранова. Провальный старт хозяев, у которых Будько быстро поменял Лорана Олегно. Петар Корсманович и Кирилл Урсов, набравшие в итоге 13 и 12 очков соответственно, буквально не замечали казанский блок, и разрыв вырос до счета 12-19. Но вовремя полетевшая подача позволила казанцам не только отыграть столь солидный гандикап, но и выйти вперед. 24-23. Но югорчане уж очень хотели выиграть партию и сделали это. 24-26. Хорошо настроились на игру, первую партию хорошо начали, создали сразу преимущество. Стараемся против каждой команды выходить и биться. Стараться, чтобы психология игроков была такая, что все команды равны, надо против всех сражаться. Достаточно неплохо они начали, ничего сверхъестественного, просто не ошибались, этого хватило, чтобы спокойненько там 7 очков выигрывать. Второй сет стал бенефисом Алексея Спиридонова, который добавил ярких эмоций к 6 набранным очкам. А вот гости ошиблись 9 раз, показав всего лишь 31% в атаке. Не помогла Рафаэлю Хабибулину и целая серия замен. 25-19. Газпром Югра вновь охраняется. Активно начала третий сет 3-8. На помощь зенитовцам вновь пришла подача, которая позволила оформить 4 эйса за сет, а также сверхэмоциональный капитан гостей Сергей Макаров. Правда, эмоции связующего лишь раззадорили зенитовцев. Я думаю, что Макару можно руку пожать за это, потому что, на самом деле, если бы не он, наверное, он взбодрил нас. Так сложилось, знаешь, в один пазл, во-первых, недонастрой. Прежде всего, психологически, вроде технически неплохо играли. Макар помог, потому что это было сделать тяжело, на самом деле. Макар помог, и я думаю, это предрешило исход игры, за что ему спасибо. В итоге Будьковы дает целую серию на подачи, а прием гостей плывет, вследствие чего активизируется казанский блок в лице Лихошерстова 25-21. Молодец, можем руку пожать. Наверное, пожали, да, все, наверное, спасибо сказали. А вот в четвертом сете на аванс сцену вышел Максим Михайлов. Пулемет оформил три эйса за партию, набрал 10 очков, которые вылились в итоговые 22 и титул самого результативного игрока матча. Максим разошелся. Я так Максим играет, в своей тарелке находится Мэтт. Конечно, я бы на место Будькова, кто им пасовал бы, а не мне. Сил у «Газпром-югры» на четвертую партию не хватило. 25-15 и 3-1 в матч. Думаю, что изначальный сет недооценка. Вроде бы и легко, а вроде бы и нет. Переиграли, я думаю, что чуть-чуть классом переиграли. Основная причина в наше поражение много собственного брака. Конечно, класс игроков. Есть нам над чем работать. Да, я получаю удовольствие. А еще, выигрываешь и выигрываешь, в принципе. Сильно довольны не надо быть с собой, надо и все. Порадоваться немножко. А завтра проснуться с мыслью, как и расставы обыграть. На Новый год команда Владимира Олеговна точно уйдет в статусе лидера. Но 29 декабря у вас будет отличный шанс вместе с командой отметить любимый всеми праздник. В 15.00 по московскому времени мы ждем вас в центре волейбола на матче «Зенит-Казань-Ярославич». А в 18 часов «Казанская Динамо» сыграет с «Заречьем» из Одинцова. Конкурсы и подарки будут ждать вас в холле центра волейбола. Плюс вторая часть чемпионата по поеданию мандаринов, в котором вы легко можете принять участие. Увидимся 29 декабря. Не смотри на сварку, смотри ЗТВ. Субтитры создавал DimaTorzok